СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 4300549 от 19 марта 2015 года. 16+. 13.05 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот». В студии по-прежнему Николай Голиков. И Светлана Занькова. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Все, кто только что присоединились к нам. Мы в прошлом часе обсуждали судьбу Вятского палеонтологического музея и благодарили тех, кто активно участвует в его судьбе. И напоминаем еще раз, что можно помочь музею купить сушилки, специальные аппараты, которые поддерживают необходимую влажность воздуха в помещении. Да, и сохраняют уникальные экспонаты Вятского палеонтологического музея в целости и сохранности на сайте. Потому что мы выяснили, что если людям рекомендуется с живым влажность повышенная, то вот как раз экспонатам, которые уже покинули наш мир, им как-то влажность пониже требуется для сохранности. Да, и мы продолжаем культурную тему. В Кировском драмтеатре начали подготовку к открытию сезона. Об этом сам драмтеатр сообщает с множеством восклицательных знаков. Наконец-то. Вышли из отпуска. Неужели так радуются тому, что вышли из отпуска? Да. Это Константин Солдатов, художественный руководитель Кировского драматического театра у нас в гостях. Константин, добрый день. Добрый день. Вот и с теми же словами Костя зашел к нам в студию и сказал, ну вы-то отдохнули, говорит, у вас-то отпуск был. И мы как-то робко глаза опустили, потому что... В эти выходные мы тоже работали. Пытались, да, отдыхать, но получилось, что мы работали, да. Совершенно верно. Я причем хотела, Коля, выложить фотографию о том, чем занимаются наши дети, и мы с тобой в выходные дни. Вкалывают. Дети в студии, родители. Я, кстати, и там, и там поуспел побывать. Соскучились уже по работе, по учебе. Они, кстати, не отдыхали. Вот что Миша Голиков, что Соня Заньков. Миша мне вчера уже предъявил, что я, говорит, уже четыре передачи подряд веду. Пора ставить вопрос о финансовом. Поощрение. Мы говорим об открывашке в нашем детском проекте. Вчерашняя программа была очень интересная. Это у меня сын отыграл несколько спектаклей на малой сцене. У нас «Клятвенные девы» идут, он там ввелся. И он говорит, театр мне должен денег. Вот, ну, совершенно правильно. Сколько лет сыну? Сыну сейчас будет девять. Вот, то есть он уже подходит, в общем-то, к категории наших ведущих, да? Приближается к возрасту, который мы приглашаем в эту студию. Так ведь если он там требует свет, то он с тебя тоже потребует. Ну, с меня-то вряд ли, а папе скажет, скорее всего, предъявит. У нас так дети делают. Итак, возвращаемся в драмтеатр. И Константин сообщал о том, что 29 сентября – это время открытия сезона. 141 сезон. 29 сентября мы поговорим о нем чуть попозже, после перерыва. А до этого времени у вас еще будут очень важные события и мероприятия. Уже после того, как вы собрались с труппой, обсудили ваши планы, вы рассказали о том, что со спектаклем «Клятвенные девы», и мы в первом части это анонсировали, вы отправляетесь в Москву на форум «Фестиваль арт-миграции 2017». Это проект СТД регулярно проводится. СТД – это «Союз театральных деятелей». Союз театральных деятелей в центре на Страстном. Показываются спектакли молодых режиссеров, которые поставлены были в прошлом или позапрошлом году. Все зависит от заявок, которые подают театры. И мы вот в числе тех, кто подали заявку, нас рассмотрели. Я спрашивал, более 60 заявок было, но вот мы попали в этот список. Это такое значимое для нас событие. Иван Кваров, молодой режиссер, выпускник театрального института имени Бориса Чукина. Он сейчас учится в ЦИМе, в мастерской Рыжакова. И там же реализует свои проекты. И вот он, режиссер этого спектакля, попал с нашим спектаклем в этот список. Замечательно, мне кажется. А как все это будет происходить? Как вы туда поедете, каким составом, что ожидаете? Туда приезжают, почему, фестиваль-форум. Потому что там нет таких оценок, которые даются критиками или зрителями. То есть там нет жюри как такового? Да, жюри нет. Но вот есть специалисты, которые отсматривают эти спектакли предварительно. Отсматривают со зрителями уже в Москве. И потом проводится такое масштабное обсуждение, где присутствуют и артисты, и режиссер, если у него есть возможность приехать, и зрители, и участники этого форума, которые приехали на этот фестиваль. И продолжительные такие дискуссии ведутся около двух-трех часов после спектакля. То есть такой профессиональный разговор идет, да? Всегда интересно, с одной стороны, посмотреть спектакль, а потом услышать, что думают об этом не только критики, но и люди, которые приехали из других городов. То есть там география очень большая. Привозят и спектакли из Воронежа, и из Екатеринбурга, из Калуги. А как они отбирают спектакли? Вы говорите, 60 заявок со всей страны было подано. Вот что сейчас в тренде? Почему Клятвенные Девы попали? Ну, не зависит от того, современные. Во-первых, это современная пьеса. Олег Михайлов очень талантливый драматург, каждый год выдает по интересной пьесе. И дело не в том, что это только современная пьеса или какая-то другая, но вот именно отсматривают перспективных молодых режиссеров, которые будут продолжать ездить, ставить в провинцию. И это очень хорошая поддержка для провинциальных театров, потому что не всегда есть возможность выехать с гастролями в другой город, тем более в Москву. А здесь такая появляется возможность. И это хороший такой стартап для молодого режиссера, которого могут заприметить директора других театров и также пригласить на работу. То есть это в том числе и биржа такая. А организаторы арт-миграции, они оплачивают вам поездку? Они оплачивают проживание, приезд, провоз декораций. Это такой существенный вклад, потому что у нас нет такой возможности. А вы же потом из Москвы в гастроли двинетесь? И поехали по стране, да? Нет, мы приедем, потому что мы и так будем там три дня. То есть мы приедем спокойно, разместимся, и на следующий день будет репетиция, сам спектакль. На следующий день еще мы сможем посмотреть какой-то спектакль. Только потом вернемся в Киров, потому что у нас идет подготовка к открытию сезона и к масштабным гастролям в Южкоролу. Мы везем туда четыре спектакли. Это все новые спектакли, которые мы выпустили в прошлом сезоне. Это, во-первых, детский спектакль 3D, который называется по правилам дорожного движения. Очень он успешно прошел в прошлом сезоне. И спектакли по классикам. Иван Бунин, «Темная аллея Бунина», «Клятвенный девок», я хочу сказать, «Дядюшкин сон» по Федору Михайловичу Достоевскому, музыка Владислава Казенина. Это музыкальный спектакль, который мы выпустили в марте этого года. И спектакль «18.25», запрещенный роман, спектакль режиссера Захара Пантелеева. Инсценировку по мотивам романа «Дюма» написала Юлия Анушайта. Это современные, где-то экспериментальные, где-то традиционные постановки. Но, мне кажется, зрителю Южкоролы, который знакомый с Кировским драмтеатром, будет интересно познакомиться с новым репертуаром. Южкороле тоже драмтеатр? Да, русский драматический театр. То есть в помещении вот этого русского драмтеатра будет? Да, в помещении русского драмтеатра. Как уже идут продажи билетов? Да, активно идут продажи билетов 19, 20, 21. И у нас появился партнер, который нас поддерживает, если возможно, назвать Банк Хлынов. Они нас поддерживают активно. И для нас это такой положительный момент, потому что действительно не всегда есть возможность осилить рекламную кампанию и выезд театра. Это дорогостоящая вещь. Дорогостоящая. Ну вот мы наблюдали, например, в июне к нам приезжал Казанский театр. Насколько могут быть масштабными гастроли, когда две недели каждый день играются спектакли, масштабные пьесы из мирового репертуара. И по декорациям, по костюмам было понятно, насколько театр мыслит, хорошо живет. При этом, как они нам объяснили, кировские гастроли оказались для них прибыльными. Прибыльными, успешными. Это редкий случай, когда гастроли... Тут приехала очень хорошая профессиональная команда, которая работала на протяжении двух-трех месяцев. А специалист жил целый месяц именно для того, чтобы продавать билеты и рассказывать о театре. Даже на наших спектаклях раздавал листовочки и за пределами театра. Это тот самый пример, когда такой большой, масштабный, профессиональный театр показывает пример, как можно и нужно работать. Нужно работать, да. Заниматься маркетингом и рекламой своих спектаклей. Раз уж мы вспомнили про Казанский театр, мы тоже были на спектаклях. И здесь, конечно, делали ряд эфиров, посвященных этому. Но я была поражена, как девочка, прежде всего, костюмом. Когда я увидела на сцене такие костюмы, я поняла, что, конечно... Было такое ощущение, что они скрипят от того, что они такие новые, такие дорогие, и какие материалы там применены. Я понимаю, что бюджеты, конечно, которые имеет Казанский театр, они такие очень масштабные, очень серьезные. Да, это лишнее подтверждение тому, что театр воздействует не только словом, но и визуальной картинкой, да, опять же, и музыкой. Это синтетическое искусство, безусловно, все должно быть. Потому что там оркестр сидел в оркестровой яме. Даже я не всегда понимал, что это живая музыка, вот потому что настолько слаженно было и профессионально все сделано. Но вот музыканты приехали, они все две недели были здесь, играли на сцене каждый спектакль. Да, а что? Кто? Я не догадывалась, что это музыканты. Там музыканты, да. В оркестровой яме. Честное слово. Сейчас прервемся буквально на полминуты, и после чего продолжим разговор с Константином Солдатовым, художественным руководителем Кировского драматического театра. Продолжается программа «Дневной разворот». В Кировском драмтеатре начали подготовку к открытию сезона. Константин Солдатов, художественный руководитель Кировского драмтеатра у нас сейчас в гостях и рассказывает, как идет эта самая подготовка. Но мы, конечно же, остановились на гастролях в Южкоролу и желаем вам удачных гастролей. Спасибо большое. Мне почему-то кажется, что соседи наши всегда с теплом принимают наш театр. И вы везете четыре спектакля туда, а уже в сентябре 29-го кировчане сами смогут прийти в театр. Буквально через неделю после возвращения вы уже в Кирове открываете сезон. Да, сами смогут прийти в театр, и что они там увидят? Мы ведем сейчас активную подготовку к открытию 141-го театрального сезона. Мы открываемся спектаклем «Старший сын». Так случилось, что предыдущий сезон мы этот спектакль не играли, и на днях такая значимая дата, ну, для меня лично, исполнилось бы 19 августа 80 лет Александру Вампилову, замечательному советскому драматургу. И вот в очередной раз понимаю, насколько замечательный текст, насколько талантливый автор, глубокие смыслы, тема, которая попадает и сегодня. И вот эта вот тема спектакля, вот этой вот весны, ожидания каких-то перемен, она меня волновала, как и вот в марте 16-го года, так и сейчас. Это связано с переменами, которые происходят там в стране, и с переменами, которые могут происходить в театре. И сейчас у нас масштабные такие вводы в этот спектакль. Пять человек водятся. Давайте расскажем, в связи с чем, что происходит. Молодые артисты кто-то уехал. К сожалению, не стало в прошлом году. В этом году Александра Кирикова, артиста, который исполнял роль Сарафанова. Это главная роль. И сейчас, с одной стороны, это такая проба, с другой стороны, для меня очень интересный эксперимент. Мы вводим на эту роль Вячеслава Лосенкова. Он зарекомендовал себя, может быть, в других жанрах. И для него эта роль, с одной стороны, на преодолении, с другой стороны, мы начали перед отпуском с ним разговаривать на тему персонажа Сарафанова. Он понимает, что за персонаж, и он тесно общался с Александром Кириковым, когда мы работали в 16-м году над этим спектаклем. Они обсуждали все эти темы. И для него вот эта тема художника, который потерялся в пространстве, который растерял себя, растерял свой талант и не может никак собраться, она абсолютно понятна. И она... Она отчасти с его определенными биографическими фактами пересекается. Безусловно. То есть он это сам прожил. Ну и актуально, мне кажется, для любого творческого человека. Потому что вот эти периоды, вот эти кризисные моменты, которые встречаются и происходят не только в связи с возрастом, но и в связи с какими-то изменениями творческими, они знакомы любому творческому человеку. Поэтому тут есть что говорить на территории искусства, о личных переживаниях, о своей личной жизни. Насколько семья она может подпитывать, с другой стороны, насколько она может разрывать, растерзывать вот этого вот главного персонажа. И роль Бусыгина будет исполнять Иван Шевелев. Вот тоже для меня очень интересно, как они срабатываются, как они работают. И идет сейчас очень такая подробная, подробная такая... Подробная пристройка друг к другу. Притираются и пристраиваются друг к другу, понятно. Я была на этом спектакле в прошлом году. Действительно, сама тема и само произведение требуют того, чтобы его пересматривать время от времени, возвращаясь, может быть, спустя пару лет и тройку лет, и снова смотреть, и снова об этом думать. Хорошо. А вот из тех спектаклей, которые были поставлены за прошедшие полтора года, что остается в новом сезоне в репертуаре? Мы ничего не убираем. Все спектакли, которые были, они так и остаются, будут прокатываться. Надо сказать, что одного года недостаточно для того, чтобы понять, насколько спектакль востребован. Тем более, мы переформатируем зрительский интерес или стараемся привлекать молодых и среднее поколение людей. Все-таки вы не отступили, да? Вы не отступили и не вернулись к репертуару привычному до вас существовавшему. Для Кировского драматического театра. А этого возвращения не может быть, потому что я совершенно другой и у меня совершенно другие темы, которые меня волнуют, интересуют. И эстетика совершенно отличная от, может быть, той, которая привычна была Кировскому драмтеатру. Поэтому отступил, не отступил. Конечно, мы присматриваемся друг к другу. И есть какие-то возможности трупы, опять же, да? Потому что, к сожалению, молодых не так много. И мы стараемся привлекать молодых артистов, выпускников театральных институтов. Я очень надеюсь, что в ближайшее время к нам приедут еще два молодых артиста, парень и девушка. Вот. И вот эти вот изменения в трупе, они, конечно же, и подталкивают меня на те размышления, какой материал можно взять. И чтобы молодым было интересно, чтобы их проявить. Но вот за предыдущий сезон абсолютно было понятно, что фаворитами из молодых артистов стали Марианна Узун, Евгений Моисеев, который замечательно сыграл в спектакле 18-25 запрещенный роман Учителя фехтования. И вокальные данные Марианны Узун, да, опять же, поражают и дают возможность развиваться дальше. Вот. Поэтому вот этот опыт проявлений в музыкальных спектаклях, он мне интересен. Безусловно, надо его развивать, чем мы будем заниматься в этом сезоне. То есть отчасти отталкиваться будете от того, как обновляется труппа, да? То есть исходя из того материала, скажем так, человеческого, который есть. Да. Вы говорите, что будут вводы, приезжают артисты. Кто это? Ну, я сейчас не буду имен называть. Мы люди суеверные. Вот приедут тогда, скажем. Да, приедут, мы их возьмем на работу. Это такой момент. В прошлом году, я вспоминаю, у меня было, наверное, четыре или пять молодых ребят, которых очень хотели приехать, потом на разных этапах, а вот нет или город, или их переманили в другой театр, поменялись планы, кто-то вообще уходит из профессии. То есть это дело такое. Тем более, к сожалению, до сих пор нерешенным вопрос является для выпускников, для парней. это служба в армии. То есть абсурд, абсурд ситуации в том, что ребята четыре или пять лет учатся в театральном институте, выпускаются, а потом их забирают в армию на год. И потом целый год забывают все, о чем их учили. Они либо возвращаются в профессию, либо нет. Но это вот тот момент, с которым приходится в том числе как-то считаться. Ожидаете вы пополнения два человека? Ребята, задаешь сразу вопрос. В армию идете? Нет. Значит, к нам. Значит, будем ждать. Понятно. Мы просто знаем, что и в театре Наспасской тоже серьезные изменения. Там пять человек сразу уходят. И они тоже должны будут кого-то ждать, приглашать. Сейчас такая биржа в Кирове образовалась. Хочешь туда, хочешь сюда. Совершенно верно. Но это критическая ситуация или нет? Нет. Это нормальный процесс для театра. Процесс обновления, процесс, когда и театр присматривается, к артистам. Артисты присматриваются к театру. Потому что вот нет такого распределения, как было в советское время. Ты поедешь сюда, ты поедешь туда. И будешь там работать столько-то лет. Молодые ребята выбирают те театры, в которых им интересно работать. Опять же, смотрят на зарплаты, задают первым делом вопрос. Конечно. То есть, не только какой репертуар, какие режиссеры работают в театре, ну и какие зарплаты. Поэтому и объясняешь, и какие-то условия жилищные необходимо решать. Но мы стараемся с директором нашего театра Статьяной Владимировичей Раневой решать эти вопросы. И благодаря министерству удается приглашать молодых и оставлять их здесь. Они в арендованных квартирах живут? Как размещаются молодые специалисты? Ну, вот на первом этапе они учатся, живут в общежитии колледжа культуры. И спасибо директору, который идет навстречу и дает возможность там проживать молодым артистам. Вот Николай Худанин, Евгений Моисеев, они живут в общежитии. В общежитии. Да. Но это тоже не фонтан. Не фонтан, да. Если так уж говорить. Кость, это взрослые люди, которые приехали, которые так вообще гетт рубили, может быть, там, четыре года и снова там. Долгий разговор, да. А почему ничего не меняется? Я знаю успешные театры, которые предлагают молодым артистам жить в квартирах, которые театр берет в ипотеку и сам выплачивает. То есть есть даже такие варианты, они разрабатываются. Но это, как правило, такие масштабные, большие, богатые театры. Ну, вот тот же Казанский театр, который приезжал, когда мы вот говорили о том же зарплатах, да, артистов, когда у них средняя зарплата в театре 53 тысячи рублей. Есть альтернативный вариант. И мы уже второй год обсуждаем с Министерством культуры это набрать курс при театре из тех, которые уже проживают здесь. Но это тоже тот самый момент, который завязан на финансах, на субсидиях дополнительных. Не очень поняла, что значит набрать курс. Есть опыт в театрах, когда, например, при каком-нибудь театральном институте набираются ребята, набирается целый курс актерский для театра. То есть здесь как недалеко, все равно 6-8 часов езды до Перми или Екатеринбурга, Нижний Новгород, например. Но при, например, Екатеринбургском театральном институте набрать курс, когда педагоги приезжают в Киров и здесь дают какие-то установки. А педагоги, которые остаются здесь, или художественный руководитель курирует такие курсы. я имел опыт преподавания на курсе театрального института Бориса Щукина в Калуге. То есть мы 4 года ребят обучали специально для театра. Именно местные в Калужской, да? Да, местные. Но там были ребята, которые приехали из Тулы, из Самары, они остались в Калуге. Весь курс входит в труппу в частности Калужского драматического театра. Там уже три курса таких набрано. И там абсолютно обновлен актерский состав. Очень много молодых. Широкий спектр возможностей для режиссеров приглашенных. Когда режиссеры приезжают, ой, сколько у вас девушек, сколько молодых парней. Бери все, что хочешь. И что нам мешает это сделать? Финансы. Прежде всего. То есть это какие-то должны быть вложения. А это не платные, это бесплатные получается? Для тех, кто здесь живет, конечно же, должно быть бесплатно. на выходе это позволяет опять же сэкономить средства, потому что эти люди местные, им уже не надо вопросы по жилью решать. Насколько это экономия, тоже вопрос. Потому что я считал в прошлом году около 20 миллионов получается в год. На такой курс. Да. проще, знаете, купить квартиры, если такие деньги есть у области. За 20 миллионов, конечно. Проще купить квартиры для театра, в частности. Да, действительно. Сейчас прервемся буквально на 2 минуты и продолжим разговор с Константином Солдатовым, художественным руководителем Вятского драматического театра. Константин Солдатов, художественный руководитель Кировского драматического театра. Скажи имени Сергея Мироновича, Кирова не забудь. Ордена такого-то. Я проболталась до перерыва. Ордена трудового красного Вятский драматический театр. Да, рассказывает нам о том, как труп подготовится к новому сезону. И вот перед выходом сейчас Костя сказал, что есть еще одно событие, о котором стоит рассказать. Даже, наверное, два, потому что в ближайшее время Захар Пантелеев, молодой режиссер, вот он выпустился, и дипломной работой его был запрещенный роман, спектакль на большой сцене. Он приступает сейчас к подготовке эскиза по пьесе Дмитрия Богославского «Тихий шорох уходящих шагов» на малой сцене. Замечательный автор, замечательная пьеса. В течение недели он с артистами театра будет готовить эскиз и 25-го числа, 25-го августа увидим вот эту вот зарисовку, заявку на спектакль. Я надеюсь, мы продолжим работу и в октябре зрители увидят премьеру по этой пьесе на малой сцене. И вот буквально на днях мне позвонили из федерального центра. Есть программа «Большие гастроли». К нам по этой программе приезжали несколько столичных театров и в этом году они поддерживают детский репертуар, репертуар для детей. И нас включили в эту программу и я очень надеюсь, что в октябре состоятся такие большие гастроли в городе Калуга. Там есть инновационный культурный центр, который построили в прошлом году. Это три таких центра в Первоуральске, на Дальнем Востоке, во Владивостоке и в Калуге. Назывались они «Дом новой культуры» или «ДНК», проект Владислава Суркова. Сейчас в Калуге называется ИКЦ, инновационный культурный центр. И в этот центр мы приедем с двумя детскими спектаклями. Это «Вечный двигатель», который мы выпустили 1 июня этого года. Шумный спектакль. Шумный спектакль, да. И 3D-спектакль по правилам дорожного движения. Спектакль «Тереквест». То есть к нам по этой программе, как я понял, приезжал в Театр Образцова с детскими спектаклями. Большие гастроли, да? Да, в Театр Кукол. А к нам приезжал Театр Фоменко, потом Этсетера театр приезжал. Вы в хорошую компанию попали по этой программе. Да, очень хорошая. Это, по-моему, очень хорошая поддержка и возможность показать спектакль в другом городе. Это одно событие? Да, это второе уже. Это уже второе. Второе событие. Это я про Захара. Красивое название у спектакля «Тихий шорох». «Тихий шорох уходящих шагов». Очень красиво. Да, очень красиво. А 25 августа эскиз кто сможет увидеть? Кто его будет смотреть? Ну, мы пока, может быть, журналистов позовем. Чтобы можно было рассказать про это. Действительно. Хорошо. Все равно я возвращаюсь снова и снова к этому вопросу, поскольку нужно будет планировать постановку новых спектаклей. Что еще есть на примете? «Тихий шорох», если он пройдет, вы будете его ставить, я так понимаю. Это на малой сцене спектакль. В октябре ожидается премьера. А в ноябре, вот, я надеюсь, мы выпустим спектакль. Ну, как надеюсь, запланирован. Нет пока распределения, но в ближайшее время приступим к работе по пьесе Александра Николаевича Костровского «Лес». Отлично. И в декабре детей ожидает сказка «Дюймовочка». Это тоже Захар Пантелеев будет ставить, мы уже договорились. А Лес будет кто? Константин Солдат. Константин Солдат. даже так скромно промолчал. Мы еще не знаем, кто будет играть в своей главной роли. Гурмышевскую. Но, я говорю, в ближайшее время подготовлю распределение. Пока приказа нет, озвучивать некорректно. Давайте вернемся к вашей реплике о том, что вы все равно меняете вместе с направлением и с набором, который присутствует в вашем репертуаре, еще и перевоспитываете немножко зрителей и меняете аудиторию или расширяете ее каким-то образом. Я бы не говорил. Театр воспитывает, в любом случае. Он этим занимается, как культура. Мне нравится это определение, что театр кого-то должен воспитывать. Окей. То есть, ваша аудитория меняется? Безусловно. Безусловно, меняется. И очень много молодых лиц на премьерах появилось. Это отмечается не только мной, но и сотрудниками театра. И я надеюсь, в этом году мы активнее продолжим работать с этой молодой аудиторией. И помимо спектаклей наших премьеров, я думаю, вы помните о тех акциях, которые мы проводим. И открытые репетиции, и поэтический вечер тайной ремесла. Потом вот интересный и забавный проект, который получил много откликов. Театр начинается на малой сцене. То, что мы делали с детьми. Я вот как раз хотела спросить. Мы там были с Зоей Сей. И родителям очень понравилась та часть, которую вы нам посвятили. Что мы смогли узнать, увидеть, услышать. И детям тоже. Это будет развиваться. Да, безусловно. В сентябре мы планируем повторить этот опыт. И раз в месяц, может быть, раз в два в месяц. В зависимости от того, как это будет востребовано. Но это дает возможность школьникам и тем, кто интересуется театром, познакомиться с театром изнутри и с теми профессиями, которые существуют в театральном пространстве. Дайте короткую справку. Как это все происходит? Театр начинается? Да. Это длится около часа. То есть молодые наши потенциальные зрители приходят на малую сцену. А может быть, и ваши потенциальные сотрудники? Да. Приходят на малую сцену, может быть, с родителями, может быть, в компании и знакомятся с теми профессиями, которые есть звукорежиссер, осветитель, режиссер, артист, костюмер, реквизитор. Огромное количество этих театральных профессий. Напомните, как называется моя любимая с детства профессия? Капельдинер. Капельдинер. И вот тот опыт, который мы проводили в июне месяце, по-моему, да, мы проводили вот этот первый такой пилотный вариант. Среди ребят как раз мы распределили вот эти роли. То есть кто-то захотел стать, кто-то захотел стать осветителем, видеоинженером, реквизитором, гриммером. Билетеры просто потрясающие были администраторы. Они разобрали эти роли. Артисты взяли текст. Мы с ребятами срепетировали сцену из сказки «Красная шапочка», где, значит, приходит волк, потом дровосейки, «Красная шапочка». Вот, то есть развязку, развязку основную. И потом была у нас такая генеральная репетиция, и когда уже пришли зрители, то есть билетеры собрали билеты. Родители пришли. Родители пришли в качестве зрителей. Вот, мы показали уже такой небольшой спектакль от и до с работой костюмеров, реквизиторов. И ребята помогали включать видео, включать звук, переводить световые сцены из одной в другую. А родители в то время, когда ставился спектакль, они получили великолепную экскурсию по истории театра. Я была впервые у вас в музее, и я впервые все это слушала. Наш замечательный администратор, Ольга Васильевна, вот она проводит регулярно эти экскурсии. Это называется у нас драматур. У вас эта история очень хорошо. Мы же сейчас говорим о том, что еще может, как еще может презентовать себя и зарабатывать театр. Это действительно такой квест, потому что каждый день рождения сейчас у ребенка, ты, Коль, хорошо знаешь, как папа, я не знаю, как у вас, Константин, но на что не день рождения, это квест. То есть сейчас самая такая распространенная схема квест кино-пицца. Вот такая история. Но вот то, что происходило в театре, то, что происходит вот по этому проекту, это тоже квест, только на выходе ребята еще и получают знания очень классные, они на себя примеряют какие-то роли, и родители тоже получают такую очень хорошую просветительскую историю. Мне кажется, это замечательно. прежде всего ожидаем, что ребята, которые придут потом на наши спектакли, они будут понимать, как это все работает. Как это все работает. И, конечно, это такой бесценный опыт. Я встречался с ребятами потом после вот этой нашей пробы, и ребята узнали, здравствуйте, как вы там? И я задал простой вопрос, я говорю, есть ли жизнь после театра? Они такие, есть, есть, но очень интересно, мы еще хотим к вам. Да, это хорошая история, я думаю, что ее, конечно, когда ты заглянул за кулисы и вот в это таинство в театральное, как это все создается, потом очень сложно отключиться. Каждый раз это вспоминаешь. Самое смешное, дорогие друзья, я сейчас и к Коле, и Косте обращаюсь к Николаю Константинову, что эта история была бы интересна и взрослым, то есть на месте детей и нам бы интересно было побыть. С ними уже что-то серьезное нужно. и мы бы на себя вот с удовольствием какие-нибудь приверили роли. Развязку пьесы, Гамлет, например, где все друг друга убивают. Дальнейшее молчание. Это, кстати, это, кстати, правда было бы замечательно. Вы тоже довольно кровавую сцену выбрали, литей-то. Да, да, конечно, конечно. Непростая, драматическая история. Да. Вот, это один из тех проектов, которые мы ведем и будем продолжать вести. Какие-то новые, вот такого рода необычные проекты планируются? А достаточно уже, достаточно, потому что мы охватываем разные проявления взаимодействия со зрителем, то есть это и теоретические занятия, и практические, и вот работа со школьниками, и экскурсионные программы, драматур. Спасибо Антону Касанову, он в прошлом году очень хорошо нам помог, потому что он с нашим администратором ходил по вот этой вот всей нашей высадочной зоне, и где-то подсказывал какие-то моменты, где есть провис, потому что у него опыт большой, замечательной работы с людьми. Хождение пешком, причем, да. Да, с интересующимися историей вятки. Поэтому есть, слава богу, партнеры, есть, слава богу, люди, которые помогают бескорыстно, и вот благодаря помощи этих людей есть возможность развиваться и надеяться на то, что дальше будем делать что-то еще более интересное. Ну, мне очень нравится, что люди действительно остаются после спектаклей, действительно остаются на обсуждении, и не только ведь вы эти обсуждения устраиваете после премьер, а вообще после спектаклей, потому что разные люди приходят. И я, конечно, тоже радуюсь за вас, что приходят студенты. Хороший был такой, правда, сделан ход. И спасибо опорному нашему вузу, что он в этом поучаствовал в прошлом году, когда студенты массово приходили на спектакли. А Джульетта выжила, да? Да, и хотелось бы пожелать нашим школам, нашим школам тоже того, чтобы находились такие учителя просвещенные, которые понимали бы, что надо ходить вместе с детьми в театр и вместе с детьми обсуждать эти спектакли. Тем более, если кто-то очень консервативен в своих вкусах и взглядах, то есть прекрасный классический репертуар, который представляет театр, тем более, что он пополнится этой осенью. Островский появится снова. Это надо делать, конечно. Это надо делать. И те учителя, которые это делают, вызывают только уважение и родительское, и не так. Ой, Островский. Замечательный текст. Я сейчас перечитываю лес в очередной раз. И очень много таких тем, которые попадают в сегодняшний день. Опять же, тема леса для Кирова тоже не зря. Это стопроцентное попадание. Да, актуально. Совершенно верно. Константин Солдатов, художественный руководитель Кировского драматического театра. Спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо вам. Дневной разворот завершен. Николай Голиков. И Светлана Занякова. Через 20 минут интервью Василия Куприяновича Сураева. Да, простите, Василия Сураева, причем со мной. Я же его проводила. Василия Сураева. Всем спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин